Добрый вечер или добрый день или доброе утро. Мы всегда начинаем так нашу программу, потому что мы действительно хотим, чтобы время, которое вы проводите с нами, с нашей программой, было для вас добрым. А добрым это значит, чтобы на сердце было хорошо, в душе светло и разуму вашему также было хорошо, чтобы люди, которые вас окружают, были добры к вам, а вы к ним. Вы знаете, есть программы, которые можно повторить, а есть программы, которые уже не повторишь. Такая программа сегодня будет с вами. Вы посмотрите мою беседу с выдающимся российским актером Борисом Хмельницким, Борисом Алексеевичем Хмельницким. Наша встреча состоялась несколько лет тому назад, ну, года два тому назад в Москве. Вначале мы встретились с ним в московском Доме кино, он подошел к роялю. Вы знаете, он был не только прекрасный актер, но также был выдающийся музыкант, композитор. Он вместе с Владимиром Высоцким, своим другом, писал песни, музыку к спектаклям театра на Таганке, где они работали, служили. И вот он подошел к роялю и спел мне песню из старого фильма. «Далеко, далеко за морем, там есть голубая страна». Что-то в этом роде. А потом я ему сказал, все наши встречи, Борис, назначаются на этой земле, назначаются на небесах, и давай встретимся завтра у меня в гостинице. Мы встретились и провели вот такую беседу. Вы услышите, посмотрите. Я хочу, чтобы это слова, которые он сказал, он был не просто актер, он был душевный, духовный человек. Человек, о котором говорили, когда он ушел из жизни, что с ним ушла душа его, говорила Алла Демидова, такая великая актриса. Режиссер Любимов говорил, что мы его в театре называли Бэмби, потому что он был трогательный и добрый, как этот олененок в мультфильме. Я хочу, чтобы вы его запомнили таким. Я хочу, чтобы его жизнь послужила и в вашей жизни, для того, чтобы некоторые печали, которые вокруг нас, были скрашены вот этой его добротой, его доброжелательностью, его любовью к человеку. Ибо мы всегда повторяем, что невозможно любить Бога, если мы не любим человека возле нас. Вот свою любовь к Богу Борис показывал через свою любовь к человеку. Будем вспоминать его и не только во время этой программы, а будем стараться помнить о его душе, о его жизни, все то время, которое нам предстоит прожить на этой земле. Мы продолжаем наши встречи на российской земле с разными людьми, где мы говорим о времени, о жизни, о себе. Я все время чьи-то последние дни эти слова Пастернака вспоминаю. И мы говорим с разными людьми, с политиками, с людьми шибко умными, с людьми, которые из-за скромности своей так об этом не думают и хорошо делают. Мы говорим с людьми, которые, то, что по-английски называется персонал, это личность. Личность, личность, в общем, это самая прекрасная человеческая личность, которую Бог благословляет, вот тогда она становится особенно значительной. Мы говорим с людьми вот такими. И вот сегодня я представляю вам человека, с которым я был знаком по его творчеству, но лично нам не пришлось встречаться. Я благодарен судьбе и Богу, как говорят, за то, что в этот приезд в Москву мы встретили с ним, это Борис Хмельницкий, актер, киноактер, актер театра на Таганке, великолепного российского театра, актер кино. Но еще очень важно, что он поет, он композитор. А скажите, вы не потомок Богдан Хмельницкий? Хмельницкий, а кто знает, чьи мы потомки? Хотя я в общем, не знаю. В принципе, так была одна история, но мы не обращаемся никогда, я лично, мы не будем говорить, мы и я. Когда я снимался фильм «Оперик Князь Игорь», заменитель опера, мы снимали в разных местах и приехали в Новгород, в Северске, Черниевская губерния, где жил Князь Игорь. Вот, и мы снимали именно на этом холме и храм. Значит, я в одежде Князя Игоря, звучит гениальная музыка. Вроде она, ну, после перерыва, как он подходит, старушка. И говорит мне, Борис Алексеевич, здравствуй, я вам хочу показать, говорит, фотографию Князя Игоря. Я так смотрю, думаю, как же с бабушкой, все понятно. Она говорит, вы не улыбаетесь. И дает мне фотографии. Жалко, если бы я знал, что на эту тему я взял ее с собой. Фотография, это как какое-то, ну, черно-белое. И, видимо, снимок какой-то откуда-то, не понимаю. Она говорит, вы не волнуетесь. Это фотография с иконы Князя Игоря. Он был причастен к Григосвятых. И там у них в храме или в музее висит этот, значит, лик Князь Игорь. Написано, Князь Игорь Северский. Такого сходства я давно не видел. Вот стою я на том же холме, в этой же одежде, немножко длиннее бородка, как сейчас вот у меня. Такая, тот же возраст, тот же меч. И очень похож. И я так думаю, а мои предки, бабушки, дедушки, они вообще из Черниговской губернии. Я бы думал, может быть, спустя века, а Князь Игорь Северский было небольшое. Мигрировали, конечно. Но я не претендую на земные прослания и так далее. Нет, я просто так спросил на всякий случай. А, да, я сказал, Князь Игорь, сейчас вот Бог дал мне, видимо, и сейчас Игорь Святослава Игоревича. А где? Фильм снимается, художественный фильм, большой исторический фильм, Княгиня Ольги и дальше по эпохам. И вот там одна из главных ролей, значит, Князь Игоря, Пре Святослава Игоревича. Надо было... Я единственный актер, наверное, в России, точно единственный. Который двух русских... Преемственность такая, да. Слушайте, это очень интересно. Ну, опять же, это не потому, что это... Нет, 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 но в этом есть тоже... Так вот, пожалуйста, какой-то... Ну, вот желание, я верю, что на небесах никогда не бывает просто таких встреч ни в кино, ни в жизни. А я верю, что это кому-то угодно, чтобы вы сыграли, изобразили, как есть, как по-настоящему того человека. Как вы это сделаете? Может быть, может быть, потому что я тогда эту тему вы затронули. И однажды, много лет тому назад, значит, моя знакомая мне сказала, что, Борис, тебя хочет увидеть настоятель китайской пустыни. Это монастырь в Киеве. Да. Вот. Отец Феофил. Сфео Мадрид. Я говорю, почему меня, я не знаю его. Тем более, Сфео Мадрид, это высший духовный вообще монах. Да. А нам опять говорят, нет, действительно, он хочет... В общем, как-то так прошло. Я все-таки решился на этот шаг. Приехал к нему, к батюшке. Когда я его увидел первый раз, вот он вышел после молебны. Вышел. Прошел он мимо меня. Красивый человек. Жаль, я не взял фотографии. А потом я думал, ну, наверное, что я приехал. Я его не знаю. То, что я приехал, у меня уже хорошо, благостно. Я сам послушаю, как он... Да, да. Прямо монастырь. Потом он только выходит, он вас приглашает. И вот мы с ним поговорили. Это много можно говорить об этом, просто как факт. Мы хотели снимать фильм о Борисе и Глебе. Да, да. И вот как-то, но он телевизор не смотрит, естественно. Видимо, вот мои знакомые передали ему это. И он меня позвал, чтобы как-то благословить, видимо, на это. Просто мы долго... Потом мы долго общались, долго... Как бы... Вы знаете, не заводник, когда просто... Да, вот, понимаете, вот этот разговор... Почему-то он меня нигде не видел. Она показала ему фотографию мою. Вот моя знакомая, Марта такая, в Киеве. Она показала фотографию вот этого человека, актера, который хочет тут сниматься в фильме о Борисе и Глебе. И вот он меня позвал к себе. Я благословляю. Благодарю Бога, что... Это он вас благословил, да. Отец Феофий. Вот бывают вот такие мгновения в жизни, когда хочешь определенно увидеть человека, когда вот чувствуешь, что этот человек должен что-то сделать и надо... С driver таким способом ответить. А теперь хорошо.